Это интернет-страница американского ресурса государственных закупок Federal Business Opportunity. И это тендер, который до сих пор здесь висит с сентября 2013 года на реконструкцию Севастопольской школы номер 5. Зачем американцы собирались вкладывать деньги в Крымскую, а Крым тогда еще входил в состав Украины, среднюю общеобразовательную школу? По поводу Крыма у Соединенных Штатов Америки были очень далеко идущие планы. Они рассматривали Крым как военную базу, военно-морскую базу в Черном море. И Соединенные Штаты Америки хотели бы полностью сделать Черное море подконтрольным НАТО. Эту Севастопольскую школу американцы предполагали реконструировать, чтобы после использовать ее под инженерную базу военно-морского флота США. Информацию подтверждает и вице-президент США Джо Байден. Он открыто заявляет, Крым мог послужить отличной военной базой для НАТО и непосредственно войск США. Тем более, что в мае 2017 года истекал 20-летний срок аренды России военно-морской базы в тогда еще украинском Крыму. И по договору к этому времени российский Черноморский флот должен был выйти из Севастополя. Украина Америке не нужна без Крыма. В крымские порты вошли бы американские военные корабли. На аэродромах разместились бы американские бомбардировщики Б-2, истребители Ф-22 и штурмовики А-10. Появились бы в Крыму и американские зенитно-ракетные комплексы Патриот. А значит, все города, находящиеся на юге, юго-западе и в центральной России, потенциально оказались бы в радиусе поражения. Всего этого могло бы и не быть, если бы в 1954 году советский генсек Никита Хрущев не подарил Крым Украинской ССР. Зачем он это сделал? Смотрите прямо сейчас. Самый непредсказуемый генсек Советского Союза. Он ему в ответ говорит, закрой свой рот, старая ж... Нормально? Зачем Хрущев обещал показать Кузькину мать? Почему этот халуй американского империализма выступает? Не заглушить вам волос народа, волос правды! Для чего выращивал кукурузу в Заполярье? Слушайте, зачем нам эта пшеница? Давайте мы сейчас как все засеем кукурузой. Развенчивал культ личности Сталина. История с сыном стала одной из главных причин ненависти Хрущева к Сталину. И зачем подарил Крым Украине? Доволен, Никита Сергеевич. Миссия мира протекает успешно. Неизвестная история Никиты Хрущева. В программе Код доступа. Отправляя в отставку Никиту Сергеевича Хрущева, члены Президиума ЦК КПСС обвиняли его в волюнтаризме. Напомню, что означает этот термин. Это стремление достичь желаемой цели без учета возможных последствий и игнорируя мнения признанных в той или иной области экспертов. Это слово было настолько популярным в Советском Союзе, что даже вошло в анналы советской кинокомедии. Это как его? Волюнтаризм. Волюнтаризм. В моем доме не выражаться. Ну, что я сказал? Действительно, понять мотивы тех или иных поступков Никиты Сергеевича Хрущева было непросто. Так, например, в решении передать Крым Украине он объявил в перерыве одного из заседаний Президиума ЦК буквально за чашкой чая. Изумленным однопартийцем свое решение он объяснил следующим образом. Так будет проще. Что проще? Почему проще? Проще и проще, ответил Хрущев и перевел разговор на другую тему. Никто из присутствовавших возразить партийному лидеру не осмелился. Так почему же все-таки Хрущев передал Крым Украинской Советской Социалистической Республике? Это указ от 19 февраля 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Сухое официальное объяснение, учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи. Сомнений в правильности передачи не возникло у большинства глав, входящих в Советский Союз Республик. Кроме одного. Алексея Кириченко, первого секретаря ЦК Компартии Украины. Получается, самим украинцам идея Никиты Сергеевича не пришлась по вкусу. Так зачем же на самом деле Хрущев подарил Крым Украине? Версия номер один. Официальная. Советская политическая верхушка любила красивые жесты. По официальной версии передача полуострова готовилась как подарок Украинской ССР к 300-летию воссоединения Украины с Россией в едином российском государстве. Эту дату в Союзе отмечали с размахом. Киеву вручили орден Ленина. Театр имени Шевченко отправился на гастроли в Москву со своими лучшими постановками. В столицах обеих республик прошли праздничные демонстрации. Ну, конечно, это очень красивая дата 300-летия Переиславской Рады, когда Украина воссоединилась с Русью, с Россией, с русскими людьми, по большому счету. То есть вот этот дефис 1654 год, 1954 год, все это очень кругло, красиво и так далее. Все это было приурочено к такому серьезному юбилею. Но почему в то время появились слухи, что официальная версия – лишь прикрытие? И Хрущев подарил Крым Украине совсем по другой причине. По какой же? Версия номер два. Пьяный подарок. В народе считали, Никита Сергеевич любит выпить. И, дескать, он подарил полуостров во время задушевных посиделок с партийными лидерами из Украины. Появившимся слухам верили, ведь и без ста грамм Хрущев мог показать Кузькину мать. Почему этот халуй американского инферализма выступает? Не заглушить вам полос народа, полос правды! Так что вы, господа, укайте, да оглядывайтесь. Мы вас не добили под Сталинградом. Если вы будете укать, мы так укнем, что больше не будешь укать. Господа, господа, вы укаете, вы бедрости мне предаете. Не случайно ведь говорили о том, что его сняли за волонтаризм. Волонтаризм это что такое? Ну, переводя на русский язык. Это в чистом виде самодурство. Вот я так хотел, я так решил, я вот так и будет. Сидят на заседании политбюро, президиума ЦК «Люди». Хрущев говорит, 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 говорит. Сидит такой же член президиума ЦК и пытается ему возродить. Он ему в ответ говорит, закрой свой рот, старая ж... Нормально? Неудивительно, что многие думали, после рюмки другой от генсека и вовсе можно ожидать что угодно. А пил ли он? Большинство и не сомневалось. Ведь традиция партийных застолий с обильными возлияниями появилась еще во времена Сталина. В тот период времени непьющих руководителей не было. То есть все советские руководители так или иначе употребляли спиртные напитки, и Хрущев не исключение. Но все, кто близко знал Никиту Сергеевича, рассказывали. Еще во время застолий у Сталина Хрущев, даже если и выпивал, научился отлично себя контролировать. Ведь тогда любое неосторожно сказанное слово могло привести к последствиям. Он умел держать себя в рамках. И никто этого не видел, кроме одного раза. Когда ему исполнилось 65 лет, он надрался, как сапожник. И отпал. В буквальном смысле слова рухнул. Во время приема в Кремлевском дворце. После чего все иностранные корреспонденты тут же передали в свои газеты и агентства сообщение, что Хрущев умер. Упал разрыв сердца. А он просто перепил. Но это был единственный случай, когда его увидели пьяным. В народе ходил слух о том, что Никита Хрущев пьяница. Это полная ерунда. Никита Сергеевич практически не употреблял спиртное. Откуда же появились такие слухи? Причиной их возникновения стала вот эта рюмка, подаренная Хрущеву супругой американского посла в Москве Джейн Томпсон. На первый взгляд, это совершенно обычная рюмка. Но на самом деле не так. Она с секретом. Если в нее налить жидкость, возникает ощущение, что здесь грамм 50 не меньше. А на самом деле, это лишь крохотный глоток. Люди из окружения Никиты Сергеевича говорили о том, что во время приемов ему подавалась водка в специальной бутылке, которая по виду ничем не отличалась от других подобных предлагаемых гостям. Но на самом деле, это тоже была бутылка с секретом. Дело в том, что в ней была не водка, а обыкновенная вода. Поэтому версия о том, что Никита Хрущев подарил Крым Украине под воздействием алкоголя, расчувствовавшись во время очередного бурного партийного застолья, абсолютно несостоятельна. Смотрите далее. Любовь к малой родине. Многие до сих пор считают, что он выходец из Украины. Холодный расчет. После смерти Сталина Хрущев отнюдь не вошел, так сказать, в ведущую, там даже тройку руководителей партии государства. Или угрызение совести. Первая телеграмма его из Киева. Прошу дать разрешение на репрессии на расстрел 20 тысяч человек. Зачем Хрущев отдал Крым Украине? Неизвестная история самого непредсказуемого генсека СССР в программе «Код доступа». Версия номер три. Украинские горни и любовь к Украине. По еще одной версии, Хрущев мог подарить Крым Украине, потому что сам был выходцем из этой республики. На фотографиях тех лет генсека часто можно увидеть в соломенных шляпах или национальных украинских рубахах. Косвенно подтверждал эту версию и его мягкий южный акцент. Никита Хрущев любил носить украинскую вышиванку и соломенную шляпу. Наверное, именно поэтому многие до сих пор считают, что он выходец из Украины. На самом деле это не так. Будущий советский лидер родился в России, в Курской области, тогда Курской губернии, и по национальности был русский. Будущий генсек родился в небольшом селе Калиновка, недалеко от Курска. Летом он пас коров, зимой учил грамоту в сельской школе. Понятно, что это было самое примитивное образование, счет, чтение, закон Божий. То есть говорить о том, что он был образованным человеком, конечно, никоим образом нельзя. Он был грамотным человеком, но все-таки грамотный, образованный человек – это разные вещи. Когда Никите исполнилось 14, семья Хрущевых переехала в Донецк, где отец устроился шахтером на Успенский рудник. Кстати, тогда, в 1908 году, Донецк был русским городом. И только в марте 1920-го он вошел в состав Украинской ССР. Еще при Ленине, когда к Украине, сначала к исторической Украине присоединили Донбасс, практически всю Новороссию, укрепив ее, так сказать, вот этим мощным промышленным регионом, который к ней не имел никакого отношения к исторической Украине, ни в каких концепциях, ни в Петлюровских, ни в Брушевского, ни в каких. Хрущев любил Донецк. Считал его родным городом. Полюбил он и Киев, куда переехал в 1938 году и прожил 6 лет. Позже зять Хрущева Алексей Аджубей рассказывал, что Никита Сергеевич даже лелеял планы о переносе столицы СССР из Москвы в Киев. В Украине у Хрущева началась его политическая карьера, которая тогда складывалась весьма удачно. Впрочем, для любви к этой славянской республике у Хрущева была еще одна причина. И весьма личная. Любовь Хрущева к Украине, наверное, вызвана не только тем, что эта республика открыла ему дорогу к вершинам власти, но и с тем, что именно на Украине родилась Нина Петровна Кухарчук, в замужестве ставшая Хрущевой. Это вторая жена Никиты Сергеевича, которой он всю жизнь испытывал нежнейшие чувства. И по одной из версий, передача Крыма Украинской ССР была своеобразным подарком Хрущева любимой жене. Хотя мне, например, эта версия кажется крайне сомнительной. Возникает другой вопрос. Если Хрущев так любил Украину, то почему в последнее время многие историки называют его кровавым палачом украинского народа? Версия номер 4. Муки совести. В памяти многих Хрущев остался улыбчивым простачком, засаживающим поля СССР кукурузой и самозабвенно разоблачающим культ личности Сталина. В советских архивах не сохранилось ни одного расстрельного документа за подписью Хрущева. Кажется, он чист перед историей и потомками. Но это лишь на первый взгляд. Мало кто знает, Хрущев принимал самое активное участие в массовых репрессиях 30-х годов. Во времена, когда комитетом госбезопасности руководил ставленник Хрущева Серов, они просто зачистили архивы полностью. То есть они даже, несмотря на то, что он входил тройкой МКВД по Москве и Московской области, нигде не сохранилось документов, что его туда назначали. Чрезмерное партийное рвение появилось у Хрущева еще во времена, когда он учился в Москве в промышленной академии, где его одногруппницей была жена Сталина, Надежда Аллилуева. Впоследствии она вспоминала. Уже тогда Хрущев понял, что активная партийная позиция поможет ему быстрее построить карьеру. И принялся рьяно выступать против троцкистов. Это тогда было в тренде. А ведь начинал Хрущев именно как троцкист. Хрущев изначально в своей политической карьере в рядах партии большевиков, он поддерживал ведь не сталинское крыло, а крыло Льва Троцкого. И он считался, что он был троцкистом. Просто в какой-то момент он вовремя перестроился. Как только стало понятно, что блок Льва Троцкого теряет позиции, Хрущев тут же открестился от бывших товарищей и перешел на сторону другой партийной группировки, в которой был Сталин. Он был таким бескомпромиссным, абсолютно жестким борцом именно со своими бывшими политическими товарищами. Он изничтожал троцкизм в Москве так, что просто соратники по партии уже к Сталину обращались, сказали, что нужно человека унять, потому что это уже приобретает какие-то совсем странные формы. Активность и энтузиазм Хрущева понравились близкому сподвижнику Сталина Лазарю Кагановичу. Он берет его под опеку, помогая быстро подняться по партийной лестнице. И в 1934 году фактически передает Хрущеву управление Москвой. А в 1935 и Московской областью принимает Хрущев и самое активное участие в политических репрессиях в 1937-38 годах. На первом месте оказался Эйхи по кровожадности. На втором Хрущев. Он ухитрился найти в Подмосковье в 1937 году 8 тысяч с лишним кулаков, которые готовили свержение советской власти. Поэтому нужно было их арестовать и расстрелять. И еще 32 тысячи, кто также был нехорошим, но только следует его отправить в лагерь лет на 10-15. Это вот по поводу отношения Хрущева к репрессиям. А когда в 1938 году Хрущев был назначен первым секретарем ЦК Компартии Украины, он из всех руководителей союзных республик присылал самые длинные списки репрессированных. Первая телеграмма его из Киева, столицы Украины. Прошу дать разрешение на репрессии на расстрел 20 тысяч человек. 20. Неважно кого, фамилии нету. Его интересовали цифры. Чем больше, тем лучше. Вот вам человек, который потом якобы разоблачал кровожадность Сталина. Впрочем, не так давно стало известно. Была у Хрущева и еще одна причина рьяно изобличать культ личности Сталина. Личная, до поры тщательно скрываемая ненависть к вождю. Кровная обида. Смотрите далее. За что Никита Хрущев мстил Иосифу Сталину? У Хрущева был сын от первого брака, Леонид. Какую страшную тайну семьи Хрущев хотел сохранить? Никита Сергеевич к совести, наверное, относился как к буржуазному пережитку. И зачем все-таки подарил Крым Украине? Главная загадка советского генсека Никиты Хрущева в программе «Код доступа». У Хрущева был сын от первого брака, Леонид. Во время Великой Отечественной войны он служил летчиком-истребителем. И вместе с однополчанами любил развлекаться следующим образом. Они стреляли из пистолетов по бутылкам, стоящим на головах друг друга. И во время одного из таких развлечений Леонид случайно убивает своего товарища. Никита Сергеевич Хрущев, будучи тогда членом военного совета одного из фронтов, просил Сталина спасти сына от наказания. Но это не помогло. Младший Хрущев был разжалован из офицеров в рядовые и отправлен в штрафной батальон. Вскоре попал в плену. Немцы, узнав, что среди пленных сын членов политбюро, предложили Леониду Хрущеву сотрудничество. И тот отметил согласие. В предфронтовой полосе он через громкоговоритель призывал наших солдат сдаваться в плен. Сталин, узнав об этом, отдал приказ начальнику Центрального штаба партизанского движения Пономаренко выкрасть у немцев младшего Хрущева. Что и было сделано. В Москву направлена радиограмма с просьбой прислать самолет для доставки Леонида Хрущева в Москву. Сталин ответил. Судите на месте. И Леонид Хрущев был расстрелян, как изменник Родины. После войны этот факт тщательно скрывали. И был пущен даже слух, что младший Хрущев геройски погиб в неравном воздушном бою с немецкими истребителями. Несомненно, что эта история с сыном стала одной из главных причин ненависти Хрущева к Сталину. События 20-го съезда, развенчание культа личности, реабилитация репрессированных, изначально подавались Хрущевым как публичное раскаяние за перегибы сталинской эпохи. Так может его просто замучила совесть? И он отдал всесоюзную здравницу Крым, чтобы загладить свою вину за массовые репрессии, в которых участвовал в Украине в конце 30-х годов. Никита Сергеевича совесть вряд ли могла замучить, потому что Никита Сергеевич к совести, наверное, относился как к буржуазному пережитку. Мне так кажется, собственно говоря, так же как и к душе, что это поповский миф. Большинство историков уверены, Хрущев был вовсе не так прост, как кажется. Его разоблачительные речи на 20-м съезде партии были не только личной местью Сталину или попыткой обелить свою роль в истории, но и важным стратегическим шагом для устранения конкурентов в борьбе за власть. Ведь таким образом он дискредитировал сразу весь ближайший сталинский круг. А это такие сильные персоны, как Молотов, Маленков, Булганин и Ворошилов. Вполне возможно, и передача Крыма Украинской ССР была своеобразной взяткой, которую Хрущев давал местной политической верхушке, чтобы обеспечить себе поддержку. Версия номер пять. Взятка. Центр, где отдыхали партийные руководители, где они лечились, и, соответственно, вот эта вот здравница, она давала дополнительные конкурентные преимущества для тех людей, для тех партийных руководителей, которые контролируют отдых партийных руководителей, жен и так далее. Я думаю, что был второй такой мотив, второй мотив, это то, что в чьих руках Крым, тот и сильнее в иерархии партийного руководства внутри Советского Союза. А поддержка Хрущеву была нужна. После смерти Сталина Хрущев отнюдь не вошел, так сказать, в ведущую, там даже тройку руководителей партии государства. На первых ролях, конечно, был глава правительства Маленков, его первый зам и глава силовых ведомств Берия. Дальше, там очень серьезные позиции занимал министр обороны маршал Булганин. Потом, конечно, Вячеслав Михайлович Молотов, как первый зам главы правительства, министр иностранных дел. Хрущев смог быстро расправиться с конкурентами. Всего через три месяца после смерти Сталина ему удается снять со всех занимаемых постов, казавшегося тогда непотопляемым генерального комиссара госбезопасности Лаврентия Берию. Его признали виновным в массовых репрессиях и приговорили к расстрелу. Следующий, кто стоял на пути Хрущева к власти, был Маленков. И вот в своем докладе Маленков, как глава правительства и как руководитель фактически государства и партии, он попенял партийному аппарату, что он зажрался. И в этот самый момент Хрущев перебивает Маленкова и говорит, Да, все это так, конечно, Георгий Максимилианович, но все-таки партийный аппарат – это наша опора. И зал взорвался пленума буквально аплодисментами. Вот фактически тот звездный час Никита Сергеевича Хрущева, когда он получил вот ту самую вожделение у власти. Хрущев получил власть. Но сможет ли он ее удержать, зависело от голосования на пленуме ЦК, которое должно было пройти осенью 1953 года. Принимали в нем участие главы областных комитетов партии со всего Союза. И Хрущев мог заранее заручиться поддержкой украинской делегации, взамен пообещав отдать республике Крым. Хрущев рассматривал Украину и партийный аппарат Украинской Советской Социалистической Республики, как такой одной из своих основных опор. В том числе в случае, если придется бороться за власть. Там у него была, что называется, база такая, современным языком. Там у него были сторонники. Весь этот аппарат он создавался при его непосредственном участии. Он его тщательно лелеял, пествовал, курировал. И, собственно, Украина при Хрущеве, она находилась как в положении такого любимого детища. Даже когда в 64-м году уже генсека Хрущева Брежнев будет снимать с занимаемой должности, он и то попытается удержаться у власти с помощью украинской партийной верхушки. Правда, у него ничего не получится. В 64-м году, если верить там, опять же, там уже Микоян, у него были мысли полететь в Киев, опереться там на партийную организацию украинскую. То есть неспростая там были все эти Крым, подарки все эти, Крым и все остальное. То есть он все-таки рассматривал Украину как свою такую личную вотчину. Что в случае чего я в Крым посажу самолет в Киеве, подниму киевский военный округ, подниму все силы и посмотрим, кто тут еще что со мной сделает. Но есть и еще одна версия, почему Никита Сергеевич подарил Крым Украине. Версия номер 6. Хозяйственная необходимость. По этой версии в решении Хрущева передать Крым Украинской ССР не было никакой политической подоплеки, тем более желание угодить украинской партийной номенклатуре. Да и официально решение принимал Госплан СССР, а не Хрущев, который, конечно же, это решение активно поддерживал. Потому что в то время никто и предположить не мог, что единая могучая страна когда-нибудь перестанет существовать, а две братские республики Украины и Российская Федерация перестанут быть сестрами, как их тогда называли. Так что по этой версии Хрущев решил передать Крым Украине исключительно из-за строительства Северо-Крымского канала. Его начали строить в 1961 году для орошения засушливых земель Украинской Херсонской области и Российского Крыма. Вода для этого канала должна была поступать из специально построенного для этой цели Каховского водохранилища в нижнем течении Днепра. Таким образом, большая часть Северо-Крымского канала проходила по территории Украинской ССР и только самый его конец по территории РСФСР. Все это, несомненно, в будущем породило бы массу бумажной волокиты в обеих республиках. И тогда Госплан СССР вышел с предложением осуществлять строительство канала под эгидой одного юридического лица. А для этого необходимо было передать Крым Украине. И Хрущев эту идею с энтузиазмом поддержал. Нехватка пресной воды всегда была ахиллесовой пятой Крыма. Недаром после возвращения полуострова в состав России украинские власти в надежде сломить волю народа возвели на Северо-Крымском канале дамбу, которая перекрыла поступление воды на полуостров. По линии Крыма, это благодатная территория, урожаи, как и рядом в Краснодарском крае, гигантские по отношению, допустим, к другим регионам Советского Союза. Но нет воды. Значит, воду можно подать только с территории Украины, что и было сделано за счет Крымского канала. В далеком 1961-м никто и предположить не мог, что единое мощное государство распадется. А Украина окажется под властью ставленников США, основной целью которых станет насаждение вражды между братскими народами России и Украины. В Советском Союзе обмен территориями между республиками в силу хозяйственной необходимости был обычным делом. Так, Оренбургская область была выведена из состава Киргизской АССР и передана частично Казахстану, частично РСФСР. Часть Челябинской области РСФСР была передана Казахстану, а часть земель Эстонской и Латвийской ССР отошли к Псковской области. Грузии была передана южная часть Карачаевской автономной области. Впрочем, идею передать Крым Хрущев мог поддержать и по еще одной экономической причине, которая может объяснить, почему тогдашний лидер республики Алексей Кириченко не очень-то и обрадовался такому подарку. Смотрите далее, почему многие считали Хрущева благодетелем Крыма. Я был в Крыму в 45-м, в 46-м годах. Евпатория – целехонький город, ни одного разрушенного здания, но пустой. И какую цель на самом деле Хрущев преследовал, отдавая полуостров Украинской ССР? Наверное, не случайно скульптор Эрнст Неизвестный, создавая надгробный памятник Хрущеву, выполнил его в черно-белых тонах. Загадка самого непредсказуемого генсека СССР Никиты Хрущева в программе «Код доступа». Версия номер 7. Послевоенная помощь. Крым сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. Это касалось не только инфраструктуры полуострова, но в большей степени его населения. Я был в Крыму в 45-м, в 46-м годах. Дважды выезжал в пионерский оздоровительный лагерь. Евпатория – целехонький город, ни одного разрушенного здания. Но пустой. Татар, греков, болгар выселили из Крыма. В Феодосии – то же самое. Симферополь – практически не было никаких руин. Только не хватало народу. Поэтому, чтобы люди могли жить нормально, пошли эшелоны из Белоруссии с населением осваивать Крым. Идея заселить крымские земли выходцами из Белоруссии, из Псковской, Смоленской и других областей, из сожженных немцами деревень, поначалу казалась успешной. Пока ее не стали реализовывать на практике. Все дело в том, что переселяющиеся крестьяне привыкли к более холодному климату и не умели вести хозяйство в жарком засушливом Крыму, где картошка и капуста росли плохо, и упор нужно было делать на виноград и бахчевые. В то время в Крым с визитом приехал Хрущев. Его сопровождал зять, журналист Алексей Аджубей. Позже он вспоминал. Никиту Сергеевича окружила толпа колхозников-переселенцев. Крестьяне жаловались, что картофель тут не растет, капуста вянет, условия несносные. Нас обманули. Все чаще слышалось из толпы. Спонтанный митинг произвел на Хрущева впечатление. Тем же вечером он вылетел в Киев, где принялся убеждать первого секретаря ЦК Компартии Украины Алексея Кириченко помочь Крымскому полуострову прежде всего людскими ресурсами. Аджубей вспоминает, как Хрущев с жаром объяснял Кириченко. Там южа не нужны. Кто любит сады, кукурузу, а не картошку? Несмотря на многие совершенные ошибки в политике, Хрущев всегда мыслил масштабно. Именно при нем в космос был запущен первый советский спутник. При нем осваивалась целина, строился Байконур. Но в экономике его подход глобального видения себя не оправдал. Провалились и все реформы в сельском хозяйстве. Ну, кукуруза в Заполярье – это то, что анекдоты ходили. Слушайте, зачем нам эта пшеница? Зачем нам вообще вся эта ерунда? Давайте мы сейчас как все засеем кукурузой от Чукотки и до, я не знаю, до Калининграда. И вот у нас все будет тогда хорошо. Ну, наверное, в промо-академии не объясняли какие-то элементарные вещи вообще. Он просто, наверное, им совершенно не интересовался. Слушать он никого не слушал. Ну, тут та же самая целина. Ну, где она сейчас эта целина? И она в своем, так сказать, нерентабельности, ошибочности начала показывать уже 60-е годы. Ну, то есть абсолютно этот огромный колоссальный день туда вложили. Хрущев запретил держать скот в личной собственности. Принуждал граждан сдавать его в колхозы. Многие отказывались это делать, и в результате огромное количество животных было просто забито. Что нанесло существенный урон для животноводства. А традиционный деревенский быт миллионов людей был разрушен. Многие потянулись в город. Таким образом, в хрущевское время в сельское хозяйство была заложена бомба замедленного действия. И то, каким последствиям привели реформы Хрущева, станет понятно лишь значительно позже. Если вы помните, как выглядело, допустим, наше же собственное Черноземье в конце 80-х годов, ну, это же ужас был. Откуда появилась вот эта история с неперспективными деревнями? Просто обезлюдело. Наша аграрная территория, они абсолютно обезлюдили. Их никто не старался развивать. Так, поскольку поскольку. Чтобы выполнять план по сдаче мяса, многие колхозы и совхозы в хрущевскую эпоху вынуждены были идти на хитрость. Собственного скота не хватало. А чтобы держать план по мясу, его закупали в государственной торговле. А после сдавали обратно. Уже как собственную продукцию. Похожая история была с маслом и молоком. В результате статистические показатели на бумаге росли. Но на полках магазинов товаров не прибавлялось. За такие реформы 60-х русская деревня будет расплачиваться на протяжении десятилетий. Но еще тогда, в советское время, они привели к продуктовому дефициту. И страна была вынуждена закупать зерно за границей. Не менее чудовищными последствиями могла обернуться и передача хрущевам Крыма Украине. Если бы в результате референдума 2014 года полуостров не вернулся в состав России, там бы разместились американские военные базы с новейшим вооружением. Российская Федерация для них – это та страна, которая, как Югославия, должна быть разодана по их плану. Чтобы мы были бедные, нищие, без армии, без Крыма, вообще без территории. Чтобы мы распались, как Югославия, на национальной регионе. Вот этого они хотят. А мы этого не хотим. Поэтому мы должны сопротивляться. У нас должна быть мощная современная армия, высокоточное оружие. Но для этого нужна мощная экономика. И мы должны быть абсолютно независимы от Соединенных Штатов Америки. Решение подарить Крым Украине, несомненно, было исторической ошибкой Хрущева. Вообще, ошибок он совершил, надо сказать, немало. Взять хотя бы его затею с кукурузой. Но если бы только ошибки. Иногда это было откровенное самодурство. Бывший министр речного флота СССР Зосима Шашков рассказывал мне о том, почему он был отправлен Хрущевым в отставку. Началось все с того, что перед своим первым официальным визитом в США Хрущев решил продемонстрировать американцам достижение советского судостроения. И отдал приказ. Вся делегация направится в Соединенные Штаты через Атлантический океан на судне с подводными крыльями на знаменитой ракете. Доводы министра речного флота о том, что такой тип судов предназначен исключительно для речного или каботажного плавания, вызвал у Хрущева немалое раздражение. А чуть позже, когда Зосима Шашков выступил категорически против идеи Хрущева о строительстве речных судов исключительно из железобетона, судьба министра была решена. При этом, несомненно, и то, что у Никиты Сергеевича Хрущева были большие достижения. Прежде всего, это освоение космоса и начало строительства атомных электростанций. Ну и, конечно же, знаменитая хрущевская оттепель. Пусть ненадолго, но она стала периодом расцвета советской культуры и искусства. Поэтому, наверное, не случайно, скульптор Эрнст Неизвестный, создавая надгробный памятник Хрущеву, выполнил его в черно-белых тонах, символизирующих жизнь и смерть, добро и зло. С вами был Павел Веденяпин. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok